Поехали! Во-первых, приветствую, ютуберсы! Рад вас видеть в добром здравии! Наконец-то могу поздравить вас с победой! Ну и чатерсов на Вайзде, где мы сейчас стримим, и всех остальных, кто, может быть, это всё где-то когда-то посмотрит. Всех поздравляю с победой! Победа над торпедой, она важна, нужна не только в плане того, что у нас мало очков, она ещё и для болельщиков важна, и в каком-то моральном плане важна, чтобы прервать эту серию из пяти поражений. Да, ну вот, Локомотив сегодня сделал важную вещь для самого себя, выиграл, обыграл торпеда, победа на выезде, в Лужниках, пустых абсолютно. Молодцы! Но! Но! Качество сегодняшней игры не было лучше, чем ни в одном из, ну, может быть, вот за исключением Урала, как мне подсказали, да, ни в одном из предыдущих матчей. То есть, Локомотив сегодня играл примерно так же по уровню, да, не так, как при Ценбауэре в плане построения игры, но по своему уровню, по количеству моментов, которые создали, по количеству моментов, которые допустили у своих ворот, играли примерно, ну, вот, точно так же, да, как и до этого, как и с Ахматом играли, как и со Спартаком играли, как и с Факелом играли. В чем разница? Собственно, в чем разница? Во-первых, в воротах встал Гильерми. Я этого очень просил, я этого очень хотел, потому что Худя, при всем моем уважении к нему, при всей любви к нему, молодой пацан, я очень хочу, чтобы молодые пацаны из Академии играли в Локомотиве, но это не должно быть в ущерб счету, это не должно быть в ущерб результату. Худя, человек, который имел колоссальный процент брака в средних передач, то есть средних и дальних, заходили на Хускорт, смотрели, что были матчи, где у него 28% точности передач, 30%, в последнем матче 50% точности передач. Это ужасно. Это значит то, что каждый раз, когда ему, каждый второй раз, когда ему отдают мяч, защитники, он отдает его сопернику и, соответственно, начинается атака соперника, причем атака, ну, вот, на встречных курсах, потому что вроде как мяч у вратаря, вроде как все должны побежать вперед, чтобы этот мяч получить, но вратарь выбивает мяч на соперника и все бегут в сторону своих ворот. Защищаться так очень тяжело. Ну и, как мне кажется, я не знаю, так это или не так, но, как мне кажется, нервозность от наличия 17-ти, уже 19-летнего вратаря в раме, она передается всем. И защитники в том числе тоже начинают сильно нервничать, сильно делать какие-то глупости, которые не должны были бы делать в обычной ситуации, в обычных условиях. И в итоге нам залетает постоянно какая-то шляпа, какая-то дичь, все стоят, смотрят на мяч. Сам Худяков в некоторых матчах вроде как научился выходить, но в большинстве случаев привязан к ленточке ворот. То есть пойти, выйти, распугать всех вообще не для него, а те случаи, когда он выходил, иногда заканчивались пропущенными голами, как от Ростова, если помните. Короче, ну много таких историй было, и я хотел Гильерме в рамы. Я хотел, я надеялся на то, что вернется Гильерме, вернется некое спокойствие у своих ворот. И, ну как бы, один где-то там впереди наковыряем, сзади, если сыграем на ноль, то уже победка, окей, все нормально. Второе изменение, которое сделал Андрей Федоров, это Баринов, который играет в центре обороны. И пару ему составил Кузьмичев, российская пара центральных защитников. Возможно, опять же, в этом есть некий смысл. Они общаются на одном языке, они могут друг другу подсказывать, они могут, они понимают друг друга. Интернациональные пары центральных защитников не всегда в этом плане хорошо работают. Да, там Едвай Макеев, например, Едвай Кузьмичев или что-то в этом роде, ну, общаются на разных языках. И понятное дело, что подсказки, они интернациональные, но что-то друг другу напихать, что-то друг другу объяснить тяжело в пылу борьбы, тяжело в пылу там матча. Опять же, Гильерми хорошо русским языком владеет. И когда футболисты говорят на одном языке, это всегда для результата хорошо. Защитники разноплановые. Кузьмичев — это высокорослая дылда, который должен снимать верх, который должен силовую борьбу выигрывать. Баринов — более подвижный игрок, который должен подстраховывать, должен играть на перехватах, должен линии перекрывать, ну, то есть больше на движении работать, чтобы от него никто не убегали. Забегая вперед, скажу, что удавалось это не всегда. И под концовку матча, уже когда при счете 1-0 в нашу пользу, Баррес с Кузьмичевым придумывали моменты около своих ворот. Это было и в первом тайме, но там чуть-чуть сложнее было. Но во втором тайме придумывали прямо просто два шикарных момента. Один, правда, в офсайде был, игрок торпеда, но вот когда Смольников перекидывал Гильерми, привычный локомотив, привычный обороны локомотива, это никуда не делось. Но немножечко, конечно, не хватает техники Кузьмичеву, не хватает какой-то, может быть, игрового тонуса Баринову. Не знаю, не знаю, с чем это связано, но были моменты, никуда это не делай. Соответственно, любимый локомотив, как мы привыкли. Если Баринов и Кузьмичев в центре обороны, то кто же тогда в полузащите? А в полузащите у нас Макеев и Куликов. Я не знаю, кому в голову пришла идея вот этого замечательного сочетания в центре поля. Кому-то, вероятно, пришла. Но это кошмарно, это ужасно. Макеев и Куликов на двоих не соорудили впереди ничего. Два центральных полузащитника, под которыми играл Карпукас, вот два центральных полузащитника были именно Куликов и Макеев. Карпукас опорник. Он должен был подчищать, он должен был там страховать, и с этим он, как обычно, отлично справлялся. Макеев и Куликов не сделали ничего. Ну да, в оборонке, естественно, поработали, вся команда работала в оборонке, куда без этого. Но в плане креатива, в плане пойти вперед, сделать передачу, сделать удар там и каким-то образом решить момент, полный ноль. И, блин, ну, это же странно. Непонятно, куда делся Мардешвили. Антон Миранчук вошел только во втором тайме и вместо Карпукаса, а не Куликова с Макеевым. И оказалось внезапно, что у нас нет центральных полузащитников, которые могли бы сыграть на этой позиции. Но мы решили играть в три центральных полузащитника. Короче, какая-то очень странная история, и это не работало. В итоге мы забили гол с того, что Гильерме отдал мяч Карпукасу. Карпукас прошел через все поле, сыграл в стенку с Игнатьевым, и Карпукас забил. Не Макеев, не Куликов, а опорник Карпукас. Тот самый молодой парень, который тащит локомотив в этом сезоне просто какими-то сумасшедшими темпами своего прогресса. Я не знаю, как это сказать. Вот уже первый гол есть с позиции опорника. Охренеть! На флангах расположились Исидор и Камано. У Камано было больше всех моментов в этой игре. Сейчас, одну секунду. Да, все нормально. Или ненормально? Да, все нормально. У Каманов было больше всех моментов в этой игре, и Камано с ними не справлялся. Камано мог выводить игроков один на один, делал плохие передачи. Камано самого выводили на удар. Он не смог пробить вратаря и защитника, бросившего гуся ему в ноги. И в целом, да, ну, моменты есть. По самодаче претензий нету. Отрабатывал сзади, отрабатывал впереди. Качество игры очень слабое. Надеюсь, что, может быть, но с новым тренером Камано вернет себе уверенность в забивании голов. Сейчас она прям, прям вообще не то. То есть, помните того Камано, который забивал все, что можно позапрошлой весной при Николиче, та самая весна Камано, как так называемая. Сейчас момент у Камано, ну, голом закончится очень вряд ли. Я думаю, что по XG, количество XG, который тот или иной футболист набрал, я думаю, что Камано лидер. При этом у него всего один гол, да, головой после навеса Керка со штрафного. Вообще нетипично для Камано. Исидор запомнился, наверное, вообще в меньшей степени, хотя пару раз мог убегать и в одном моменте получил по ногам, но Самсонов сыграл и в мяч тоже. Хочу отметить Игнатьева. Игнатьев понравился. Игнатьев сделал голевую передачу на Карпукаса, именно вот хорошую в касание. Такая, знаете, получилась Краснодарская атака. Вот в Краснодаре они много таким образом забивали кто-то на Игнатьева. Игнатьев умудряется найти щелочку для того, чтобы скинуть мяч обратно, протолкнуть. И какой-нибудь там, не знаю, Шапи Сулейманов точно так же одной ногой обрабатывает, второй катит в угол. Вот чисто Краснодарский гол получился. Ну, Ваня Игнатьев, понятное дело, в такой, в таком матче себя чувствует хорошо. Было много борьбы, много борьбы выиграл, много мячей для команды сохранил, скидывал. Сам не забил, но зато помог забить партнером. Это вот роль девятки в современном футболе. Молодец. Кухта, конечно, с этой ролью справлялся еще лучше. И такой футболист, как мне кажется, в Локомотиве должен быть. У нас есть хорошие крайки, у нас есть люди, которые могут подключиться из глубины. Антон Миранчук, Карпукас, как мы теперь знаем, Костя Марадишвили. Ну, фланги, само собой, Камано, Исидор, Керк, Педро. В общем, каждый из них может с фланга подключиться, получить передачу и забить гол. Понравилось. Ване точно могу поставить плюс за эту игру. Но, в целом, в целом, практически вся эта игра напоминала игру двух команд из ФНЛ. Очень мало мысли, очень плохое техническое оснащение футболистов. Вот газон еще какой-то такой странноватый был в несколько раз. Наши быстрые футболисты не могли убежать, потому что мяч застревал в траве. То есть, они пытаются убежать и обгоняют этот мяч. Он не катится. Так что, футбол был очень низкого качества. Зато мы набрали три очка. Опять же, в данном случае гораздо важнее набирать три очка, чем показывать какую-то невероятную игру. Но просто дальше ЦСКА, дальше Динамо, дальше команды более высокого уровня, более высокого класса. И этого уже, скорее всего, не хватит. А те моменты, которые привозят наши центральные защитники, ну, ими какой-нибудь Чалов воспользуется в гораздо большей степени, чем Смольников или еще кто-нибудь Краскаль, тем более Медина. Так что, большие опасения, большая боязнь у меня всего этого есть. шага вперед относительно предыдущих матчей, я, если честно, не увидел, да и не жду. С Федоровым то, что они, в принципе, бегали, это уже неплохо. Много, очень много работы предстоит Локомотиву, очень много нужно будет сделать для того, чтобы эти футболисты начали играть в ту силу, в которую они умеют. Вот то, что я хотел сказать. ЦСКА вообще влетел этому торпедо. Согласен. А Ростов вчера Уралу проиграл, так что, причем, вчера я читаю Sports.ru и смотрю, как Ростов просто ноет про судейство, Карпин про судейство, игроки про судейство, там член Совета Директоров Ростова про судейство. Открываю протокол матча, Ростов бил пенальти у Урала удаления. Ребят, вы побудьте в нашей шкуре немножечко, когда вам удаляют игрока на 12-й минуте, хрен пойми за что. И вот нойте про судейство, а не тогда, когда вы пенальти бьете, еще и в большинстве играете. Там удаление было, конечно, на 90-й минуте, но тем не менее. У вас, по крайней мере, не удаляют футболистов просто так, за то, что подкатик в центре поля сделали. Я не смотрел этот матч. У меня вчера был тяжелейший день. Перевозки, перестановки, ситап ставил, проверял, работают ли компьютеры. Тяжелый день, поэтому вообще было не до футбола. Посмотрю обзорчик, скажу свое мнение. Может быть, конечно, и убивали, но тем не менее. Они не играли в меньшинстве с 12-й минуты, и они били пенальти. Еще про Барселону. Скажи пару слов, как команда показывает такой импотентный футбол, даже с учетом травм. У Интера их, кстати, не меньше было. Ничего не могу сказать про Барселону. Вот у меня есть в планах посмотреть Барселона-Бавария 26-го, кажется. Вот я хочу посмотреть, потому что действительно много разных мнений про Барселону вижу и слышу. Валера, у которого я смотрел матч с Уралом как раз, Валера меня подбил посмотреть еще первый тайм матча с кем-то они там играли. Ну, это было очень так себе. Это вот футбол, который я сильно не люблю. Вот я хочу посмотреть их с Баварией и уже вынести вердикт. Когда у тебя нет защитников, которых ты покупал, на что надеяться? В чемпионате у них все норм. Федоров не проиграл без Карпа на поле. Кстати, да, убрал Карпукаса и умудрился не пропустить, хотя, как Карпукаса убрали, вот этот момент у Баринова с Кузьмичевым и возник. У Вани уже 4 плюс 2. Ваня молодец. Ну, у меня нету претензий к Игнатьеву, да, то есть вот когда был Смолов, он мог забивать, но у меня были претензии к Смолову по тому, как он играет. У меня нет претензий к Игнатьеву, но я не вижу его основным форвардом Локомотива, потому что он не забивало. Вот у него это пропало. И в матче с Сочи были моменты, когда он не забил там выход ему, который Кавано организовал, пробил плохо. Сейчас вот у него толком нету моментов. Да, он хорошо помогает. Да, такого нападающего надо иметь в команде. Да, он хороший. Ноль, ноль вопросов к тому, что он делает на поле. Но для того, чтобы бороться за золото, для того, чтобы бороться за хотя бы тройку, тебе нужен нападающий, который будет штамповать голы. Просто у тебя есть момент, и он забивает. Есть момент, и он забивает. Я думаю, что и самого Игнатьева такой нападающий нужен. Сейчас его нет. Или когда семь раз перебываете на 90 плюс сотые минуты. Да, да, было и такое с Ростовом. Вообще, мне кажется, в этом году судьи решили отмазаться перед Краснодаром и Ростовом за предыдущий сезон. Очень много ошибок в пользу Ростова и Краснодара. А они жалуются, ребята, они жалуются. Мнение насчет Холланда. Лучший нападающий в мире на данный момент? Ну, очевидно, да. Очевидно, Холланд вот именно здесь и сейчас Холланд вне конкуренции. Как раз вот тот самый нападающий, который имеет момент, забивает, помогает другим забивать. И учитывая, сколько внимания нужно, чтобы Холланд не забил, у остальных появляется огромное количество пространства, возможности для того, чтобы самим забивать. Холланд крутой. Холланд крутой и говорят не просто на поле крутой, это одно, он еще и за пределами поля очень крутой в плане того, что у него мотивация зашкаливающая, несмотря на то, что он уже лучший нападающий мира, что он уже играет в Манчестер Сити, и контракт сумасшедший, у него просто есть вот эта внутренняя тяга к тому, чтобы побеждать, к тому, чтобы каждый день становиться лучше, к тому, чтобы партнеры тоже соответствовали, у нас них всех требуют и заводят их только на победу, это важно, когда такого игрока нету, который бы тебя заводил, который постоянно подбадривал, за которым тебе нужно было бы постоянно тянуться, алло-алло, васт, как обычно, васт нас отрубил, F5, вот мне кажется, что у локомотиве, например, такого футболиста нет, и это большая проблема, и соответственно, соответственно, в некоторых матчах очень сильно не хватало человека, на тренировках очень сильно не хватает человека, который бы дрался за победу. Хочу завтра проснуться, и UPS I did it again. Ну, я уже говорил, против Палыча слова не скажу, Палыча с удовольствием бы принял, не могу сказать, что я прям вот, вот, очень хочу, чтобы Палыч вернулся, чтобы только Палыч и никто другой, но я буду ему рад, я действительно буду рад Палычу, я действительно считаю, что нужно закрыть эту историю красиво, и возвращение Палыча поможет нам это сделать. Мой фаворит другой, вы его знаете, вон уже написали, я считаю, что надо отдать Мишаткину, надо дать бороться, надо дать ему выгрызать место в большом футболе, и я думаю, что Мишаткин справится, но выбрали Федорова, и я не знаю ни одной причины, по которой Федоров лучше, чем Мишаткин, просто ни одной, ну кроме того, что возможно считается, что молодежную команду нужно, чтобы Мишаткину, что Мишаткину нужно вывести молодежную команду во второй этап, ну не знаю, не укладывается у меня это в голове и все тут. Надо было Мусаева брать, а не выдергивать с корнем Галактионова с обалденной неустойкой нижнему, я не знаю, что там по неустойке, подозреваю, что нету там никакой неустойки, потому что Галактионов на совмещении вообще, и типа в любой момент мог вернуться к работе с молодежной сборной России, ну типа включили бы молодежную сборную России куда-нибудь и он бы вернулся. Ладно, пора заканчивать стрим.